В эффективности реализации социальной политики в Алматы убедилась сегодня лично вице-премьер Гульшара Абдекаликова. В приоритете три направления – повышение доходов нуждающихся и их поддержка, решение квартирного вопроса, а также улучшение сфер образования и здравоохранения. Все то, о чем говорил Нурсултан Назарбаев на съезде Нур-Отана. Нужды населения Абдекаликова разузнала лично в ходе приема граждан. Износ. Хочу получить коляску. Мы сейчас обращаем внимание на качество работы. Есть партийная программа, вы знаете, «Будущее без барьеров». Мы говорим о создании условий для трудоустройства, создании условий для перемещения, полностью адаптировать город. Вы уже подали заявление в январе. Я с Дистану Шайна вчера полетела, поручила. Мы сейчас хотели бы вам вручить коляску. Хорошо передвигать, вам удобно. Сначала года в Алматы работу получили почти 3,5 тысячи человек в рамках программы «Янбек». Свыше 250 из них – малобеспечные и многодетные. Социальными рабочими местами обеспечили около 800 алматинцев. Еще свыше 2 тысяч прошли обучение и переподготовку. Быть активными, стремиться к знаниям и модернизировать сознание призвала вице-премьер в ходе встречи в каворкинг-центре «Смартпоинт». В год молодежи в 180 колледжах и 20 вузах обновится материально-техническая база. За три года планируется подготовить свыше 200 специалистов по новым стандартам. По проекту «ЖАСКО СЭПКЕР» разработаны меры по развитию молодежного предпринимательства. Занимаюсь бизнесом с 2015 года. Есть уже неплохие достижения в сфере строительства, ресторанного бизнеса, грузоперевозок. Конечно же, мой успех прежде всего заключается в государственной поддержке. Сейчас выделяют государственные гранты для развития предпринимательства, обучают навыкам ведения бизнеса, содействуют молодежи в реализации стартап-проектов. Всего лишь два года назад при поддержке управления молодежной политикой мы открыли свои двери вместе с молодежным лофф-центром, который открылся на базе трамвайного депо. И уже за два года было проделано немало работы. Есть проекты, которыми мы особо гордимся. Это и малоархитектурные формы, и переходы, которые были реконструированы в этом году.